Всем привет, дорогие друзья! Мы в магазине Кигмит. С вами Артём Чурбаков и Антон Зыков. Поздравляю со 100 тысячами подписчиков, дружище. Да это выйдет, у меня уже 200 будет. Ну ладно, значит будет. Сегодня мы расскажем вам про шикарные детали. Про ацтек скутеринг. 24-го года коллекция. Всё тут очень примечательное. На всём хочется остановиться. Конкретно обратить внимание на каждую прекрасную деталь, которая здесь есть. Здесь всё абсолютно новенькое, прям абсолютное новьё. Я этого всего не видел. Это всё, наверное, есть сейчас только у нас. И какое-то время только у нас ещё будет. Так что это эксклюзивчик и за ним только к нам в Кигмит. К нам на сайт, к нам в магазины. Наверное, начнём с чего-нибудь попроще, а потом уже к сумасшедшим. Давай просто кратко вообще, что есть? Так, ну во-первых, обновлённые доски. Ну, точнее, обновлённая одна доска. Это прям ожидаемая новинка как прошлого года, так и вот в этом вышла. Курсы были вроде уже. Курсы, доски. Курсы отдельно не продавались. Они были, ну, они отдельно продавались, но там, типа, название было другое. Точтим, провокаторы они назывались. А, нормально. Вот. Те самые доски. Потом, долгое время, по крайней мере, у нас в наличии не было самокат Фастек Корса. О них позже поподробнее. Тем не менее, вот, они у нас сейчас появились. Далее, Астек Архитект. Те же самые самокаты, по сути, в другом цвете. И у них изменился... Ну, им не видно про них, рассказывают. У них изменился... Я потом расскажу. У них изменился вид и компрессионная система. Не суть. Ладно, новые колеса, в том числе промодельные. Новая модель... Это классическая рулевая Астек. Здесь абсолютно обыкновенные прома. Давай посмотрим, может быть, есть какие-то сюрпризы. Мне кажется, сюрприз будет. Смотри-ка, такого же цвета, как и пыльник. Офигенно. Это визитная карточка Monoscooters, между прочим. Что, классный пыльник. Забавно, что когда ты будешь использовать его вместе с СКС, его... А, хотя ладно, логотип будет видно. А, не вот так понял? Смотри, логотип прям на край свисает даже. Буква К. Короче, обычные прома. В обычном пакетике. Дальше антилюфт-кольцо. Все по классике. А, подожди, стой. Это не антилюфт-кольцо, это проставка, которая ставится вниз под вилку. Нижняя дырка. Антилюфт-кольцо обыкновенное. Кстати, вот у Астек, оно довольно странное. Оно как будто сдвоенное. Смотри. Ну, они решили прикольнуться просто. А, может быть, нет. Ну, ладно, какой-то прикол здесь есть даже в антилюфт-кольце, не знаю. Надо смотреть. Возможно, оно лучше антилюфт-функции выполняет свои. Далее про пыльник. Ну, в общем-то, это единственное, про что можно сказать, говоря о рулевой. Мне он напоминает пыльник Nord. Я не говорю никаких претензий. Просто похож на Nord. Вообще, есть какая-то тенденция сейчас делать пыльники, ну, прям, очень миниатюрными. Типа, он прям тоньше, чем что-либо. Ну, чувак, если Nord что-то весит, то этот вообще ничего не весит. Он именно, ну, ничего не весит. И, возможно, в этом есть прикол, что... Ну, да, он тоненький, маленький. Самый легкий. Суперлегкий. Ну, с пыльниками это уже дрочь какая-то. Ну, а стек умеет прикол. Короче, они красивые. Это другие цвета. Раньше у них был какой-то красный, который больше был розовый. Какой-то синий. А вот сейчас их синий стал реально красивым синим. Не знаю, с чем сравнить. Короче, офигенный синий. Очень красиво. С искусом тоже прикол. Потом, темно-серый. Я слышал, что это называется Gun Metal цвет. Ну, я не знаю, наверное. Цвет металлической пушки. Ну, короче, Gun Metal это вроде называется. Далее. Синий. Серый. Не хромовый, а именно серый. Светло-серый. Потом классический черный. Ну, и вот синий. Мне больше всего почему-то нравится. Я его тут кручу в руках. Четко. Давай далее, наверное, про колеса. Бруф. Мне очень нравится цветовая палитра нового астека. И самое главное, мне кажется, это минимализм, который мы придерживаются. Вот, например, помнишь, как мы рут-индустриц обозревали? Что только на доске там пять логотипов Астек. Тут они сделали просто минимальный, маленький такой логотип. Видишь подшипник в этом колесе? Ну и что? Читай, что написано. Не, на моем колесе. Это почему так? Не знаю. Тут, короче, в колесе стоит подшипник этих детей компаний. Только в одном? Только в одном. А, не, ну в этой паре. А, не, ну в синем тоже. Прикол. Прикольный, короче, момент. Хорошие подшипники. Надеюсь, что здесь везде стоят такие. Потому что подшипники эти хорошие. Не понимаю, в чем прикол, но тем не менее. Так вот, это Архитект V2. Они немножко поменяли дизайн. Здесь 12 спиц. Подшипники. Абак 9. Они немного уменьшили сам кор. И расширили место уритана. Они говорят, что полиуретан стал еще лучше. То есть, лучший отскок какой-то. Какое-то ощущение крутое. Как бы, верьте, не верьте. Просто пиздатые колеса в любом случае. Я катался на Архитектах. Был прикольно. Вроде у меня не отваливался гелик никогда. Он, может быть, портился от асфальта. Я катался в плохих условиях. Но колеса точно здравые. И вот цветовая палитра Антона очень понравилась. Мне тоже. В особенности синие, которые офигенно зайдут под остальные детали из новой коллекции. Не знаю. Темно-серый с хром-диском. Хотя он, ну да, наверное, он больше хром. Все-таки вот этот диск хром. Это прям кожаный цвет такой. И, кстати, Архитекты все есть. Как в размере 24-110, так и 30 на 115. Аналогично в тех же цветах. Но они просто их сделали, типа, шире и все. Да, здесь еще чуть побольше гелика стало. Это радует. Выглядит очень хорошо. Меньше кора. Здесь тоже лого. Сколько, блин, я, мне кажется, не дочитал спиц. Я, кстати, удивился, когда ты посчитал 12 спиц. Я такой думаю, типа, блядь, Артем реально посчитал спицы на колесах. Нет, я просто прочитал это, если честно, где-то тут 12 спицы, 15 спицы. Ладно, я перешитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, боже. Да, 15 спицы. 15 спицы. Дерьмо здесь у нас. Крутая штука. Короче, да, надо попробовать. Колеса, кстати, немного весит. То есть, вот 110 весит, по-моему, 400 грамм. То есть, 200 за колесо. А эти весят побольше. Где-то 500 с небольшим. Что-то такое, да. Да, 560 грамм, по-моему, пара весит. Самое прикольное, это новые промодельные колеса Эрика Харклоса. Эрик Турил. Да, у него инстаграм Эрик Турил. Тут его, как бы, логотип. Мне понравилось, как ты, короче, сказал, что они сделали пыльник от подшипника такого цвета, как на промодельных колесах. И потом им понравилось, они решили везде так сделать. Да, тут во всех колесах практически розовые пыльники. Я почему-то думаю, что в этом что-то есть, реально. Прикольно. Вообще, кора, на самом деле, отличается от того, что я видел до этого. То есть, смотри, какой он впухлый. Да. Прям интересно. Не знаю, насколько хорошо это работает. Я про то, как хорошо здесь лежит подшипник. То есть, как хорошо функционирует вниз до. Но выглядит это бомбезно прям. Они тоже колеса ничего не весят. Да, даже широкие весят не очень много. То есть, да, где-то 500 грамм. Это нормально. Классические 110-е колеса как будто бы. Тут прикольная оправа. Но это надо на фотках вам посмотреть. Так, есть 115 на 30. Есть 110 на 24. Они визуально одинаковые. Не знаю, очень круто выглядят. Мне нравится. Как тебе вообще катание Эрика Турьева? Слушай, мне нравится это их океан. У него в запасе есть много прикольных трюков. Мне кажется, что он может быть недооценен, может переоценен. Мне кажется, мы его не знаем. Короче, хер чешкаешь. Про него большой темнокожий парень. Мне кажется, он метр два с половиной ростом. Нет, он веселый. У него же есть свой блок какой-то. Он снимает блок. У него был влог, где Дэвин Свердловский переплыгает через заборы. Ой, блин. Это как Алексей Черваков перерезает через забор. Нет. Короче, там... Дэвин просто рейл-хопал все, что ему встречалось по дороге. Вот. Но потом он его привел к огромному какому-то рейл-хопу, который не мог рейл-хопнуть. И он такой... Ты не можешь прыгать. Жестко, короче. Что, давай вилки со скайсами. Да. Тут еще новая компрессионная система у нас. Давай начнем с самого простенького. Обычная. Черная, глянцевая. Прошу заметить, самая легкая вилка, которая вообще существует. Да, весит она 157 грамм без фурнитуры. Но и со всем вот этим дерьмом она тоже весит совсем немного. То есть это действительно и под скайс, и под хик, и под парк, и под стритовое катание. Я думаю, кстати, что они блинчик новый сделали. Да, они сделали новый блинчик. Он теперь выглядит симпатичнее, я не могу... И он еще легче, чувак. Он именно тоже ничего не весит. А стек просто решает угорать. Сейчас, секунду. Ну, короче, все, что можно, они делают легче. Вот. Тут довольно удобная ось на штык-шестигранниках. Болтик, блинчик полегче, чем в прошлый раз. Ничего такого. Но вилка реально выглядит офигенно. Особенно в новых цветах. Новые цвета это вот Gunmetal. Да, он, естественно, цело легче. Прикольно. Вообще ничего не весит. Новые цвета. Gunmetal. Черный был уже, в принципе, но вот такая есть. Мне очень нравится их новый синий цвет. Как у вилок, так и у зажимов, так и у досок, так и у колес. Потом хром. Не помню. А, подождите. У сирки второй не было хром-цвета, по-моему. Она была Iris. А стек Anthem была такого цвета? Да, стек Anthem была. У меня, кстати, была такая, по-моему. Плюс. Да, прикольная вилка. Кстати, она мне больше напоминает Anthem. Типа первых вилок. Но только из-за цвета, по-моему. Нет, вот сюда посмотри. То есть спереди очень похоже. Они разве изменили что-то? Да. Нет, это обычно как будто бы третья сирка, типа, просто. Я не помню, как вторая выглядела. Ладно, наверное, я все путаю, потому что я вот Templar катаюсь. Вторая была без дырки, как Templar. Третья была один в один, как эта. Это третья. А. Да, это третья. Короче, все напутано, просто офигенная вилка. Очень легкая, очень приятно это вертеть в руках. И, наверное, звездочка в этой коллекции. Это вот такая беленькая, с штоком в шашечку красно-белую. Это очень жестко. Вилка про модель Джека Маунта. Но это один из моих любимых райдеров, есть что? Тут у него какой-то иллюминат в галстуке. В галстуке, в бабочке. Это его аватарка на инстаграме. Ну, да. У него был такой прикол у его предыдущих промодальных колес. Короче, здоровская штука. Так, и дальше про СКС. СКС они немножко изменили. Вот, кстати, от СКС. Место для болтов стало больше похоже на Элит. Не знаю почему. Да. Ну, вот это похоже на Элит. Просто мне недавно попал в руки старый зажим Элит. И вот это похоже на Элит. Тут круто, что болты спрятаны, понял? Да, болты спрятали поглубже, кстати. Да. А так это просто тоже обычный дефолт. Да, он прям монолитный, чисто вот такой прямой. Он тоже под узкие рули, по 31.8. Весит он на 10 грамм меньше, чем его предшественник. То есть это а-ля Pandora V2. Вот, Pandora предыдущая, первая версия. Весила 220, этот весит 208. Типа, стоят они вроде 4 500 и 5 промодельный. Что-то в этом духе. Цены вы увидите в рилсах и посмотрите на сайте. Есть что? Весит мало. Мещает узкий руль, как я говорил. Полная комплектация. Блинчик-болт. Все зашибись. Цвета офигенные. Вот, как я и говорил, мне особенно нравится голубой форксет. Я себе, думаю, такой возьму. Ну, либо Gunmetal. Не знаю, еще не определился. Я бы, вот этот Gunmetal уже, да? Ну, я называю его так. Пускай будет так. Вот я бы его взял. Да, очень хорошо. Сморается. Мне кажется, с любой сборкой будет круто. Ладно, самый прикол, смотри. Вот тут есть цвета. Такой хромовый. И SKS вот такой хромовый. Почему они разные? Ну, вот SKS с вилкой немножко различаются. Ну, я бы не сказал, что они немножко. Ну, да, они сильно отличаются. SKS прям таки зеркальный. Вид имеет, так или иначе, SKS. Что в SKS видишь, кстати? Свою рожу. Ну, какой-то скошеный. Когда офигенный красивый SKS. А почему они разную-то сделали? Блин, ну я не знаю, ты вилкаринь, вилку, по которой ты мог бы отразиться. Вот, как будто бы круто было бы. Ну, ее можно отшлифовать. Мне кажется, стоит заняться этим. Слушай, возможно, такие льют в форме. А вот эти точат во фрезе. Да, по-любому это отпрылило. Наверное, полировка таких зеркалей, она по-разному устроена. Я просто думаю, что вилку просто нельзя так сделать. Наверняка можно. Просто вроде как вот это делается в форме, а вот это во фрезе. Я думаю, так. Ты что, угараешь? Это тоже во фрезе делается. Ну, вот, друзья, зажимы некоторые делаются в форме. Нет, они все фрезеруются. Давайте дальше. Наверное, про парковую доску расскажем. Да, это та самая доска, которая продается давно в России. Но оригинальная появилась только сейчас. Это доска с нашумевшего комплита Aztek Corsa. Стоит он в районе 30 тысяч. Точнее, сейчас он стоит у нас 30 тысяч. Aztek Complete сам есть у нас. И это отдельно от него доска. Доска Aztek Corsa. Размерами 19,5 на 4,8. То есть, вполне себе для парка. Тут такой небольшой Fender-тормоз. Красивая графика. Ничего абсолютно не значит. Можете интерпретировать как хотите. Прикольные дропауты. Скошенные здесь тоже. Скрепит своими проставками. Весит она 1,130 кг. То есть, вполне может конкурировать с гидрой. С пандемониумом, да. То есть, да, это суперлегкая доска. С очень привлекательным, как по мне, стаканом. То есть, выглядит реально офигенно. Ну, собственно, выглядит эталонно, поэтому и копирует. Вы знаете, что нужно покупать оригинал. Дык в стакане. Покупайте Aztek Corsa. Стоит она в районе 16, по-моему. Мне нравится. Очень легкая доска. Я бы не катался. Слушай, а она типа какая? Ну, такая. Типа какая? Какая? Ну, с приколом такая, знаешь. А где прикол? Мне просто нравится. И все. Так, она есть вот в таком очень симпатичном голубом цвете. И в цвете черного налива. Какого? Черный налив. Такая же черная. Мне нравится, что она очень гладкая со всех сторон. Ну, это да. Сглаженный стакан. Ты прикинь, как FIFTY мне делать. Да, я понять не имею. Я думаю, что она не для FIFTY по большей части. Не, не, можно, по-любому. Для паркового катания доска, как будто она всего 4,8 в ширину. Но она прям сглажена. Я думаю, за нее очень приятно держаться на каких-нибудь трюках с грэбами. Мне кажется, Финдер круто делать для нее. Да наверняка. Ну, я думаю, у парковых райдеров как-то инструментарий другой. Я думаю, там много трюков с грэбами об доску. А, да. Они же грэбы. Ну, типа всякие штуки. Ну, не грэба, блин. Как это называется, ребят? Вам виднее. Парковая часть. Да пусть кайфует паркер. Короче, доска для парка идеальная. Вот, покупайте оригинал, потому что вот он. Если вы будете покупать паль, оригиналы перестанут делать. Вот, поэтому, если вы... Ну, короче, вы сами все знаете. Не, реально шикарная штука. И вроде как это даже самая... Самая легкая из серии Astech досок. Ну, точнее, нет. Это точно самая легкая. Просто она реально может конкурировать с другими парковыми легкими досками. Мне очень нравится стакан. Выглядит он надежно. Прикольный шов, свар, проставки. Вместе с 110 колеса. Ну, я думаю, если пыхтеть, то можно 120-й тоже впихнуть. Ну, 115-й точно так как-то залезу. Такой тонус обычно легко отгибается при необходимости. Ну, давай, самое у нас такое. Самое новое и самое долгожданное. Наверное, лично для меня это самая ожидаемая новинка типа вот этого года. Это Европа, второй версии. Про-модель Остина Котаса. Это один из моих любимых шахтеров райдеров. Здесь, наверное, где-нибудь будет всплывашка с промо-роликом этой доски. Обалденная доска. На фотках разглядите. Здесь у нас изображено. Изображенная... Давай. Сетка. Очень дикая. Как будто он воришка. Далее. Древо растет, но уже как бы поплыло, то есть без листков. Отверстие. Вот там это главное. И дерево, оно врастает. И какой-то 8 Котас. Зачем отверстие-то в деке? Вот я до сих пор не знаю. Возможно, ну, по-любому какой-то в этом прикол есть. Какой-то есть. Обычно, короче, отверстие в досках делают, чтобы вес снизить, наверное. Но в этот раз по-любому не так, раз Антон так кажется. Мне кажется, что-то они думают. Что-то они мудрят, да? Я еще вторую видел, где у них дно типа волнистое. Да, вот это 23-я доска, есть еще 24-я. У них дно здесь с такими как будто бы вмятинами, но они все идут с завода, и я видел, что у всех такие доски, они все с какими-то вмятинами, но это не вмятины, а какой-то особый прикол доски. Наверное, для чего это надо? Возможно, как-то сказывается на прочность. Я думаю, это немаловажный прикол, но нам только предстоит разобраться, так что не пугайтесь этого дела. Также не пугайтесь дырок, это типа... Ну, короче, они шар все делают, поэтому... Далее, здесь очень мощный свар. Как я говорил про тенденцию, тут приподнят стакан, то есть он такой прям массивный. Опять же, свар переделан, то есть свар здесь не как у Европы, очень похож на самом деле, но это, наверное, что-то среднее между 666 и Европой. Также офигенные турбины. Чувак, это именно турбины. Ну, правда, выглядит очень жестко. Доска выглядит, как гоночная тачка. Надеюсь, на ней еще можно нормально по городу гонять. Потом, здесь все очень хорошо заглажено, то есть дропаут, смотри, вообще офигенно. Как будто... Ну, стек всегда не поделаешь, потому что не помнится уже. Да почему? Может, ты поделаешь. Вот здесь сделано так, как будто это вылеплено из глины, из чего-то такого, типа руками. Выглядит очень хорошо. Огромная дыра в стакане, классика от Астек, то есть стакан легкий. Шея вот здесь острая. Ко мне недавно зашел пацан, взял ее вот здесь и порезал палец без угара. В этом, наверное, нет ничего плохого. Но доска вот здесь остренькая, благо здесь ее не трогают. Но он реально взял ее и зацепился чем-то. Ужас. Офигенная доска. Все жаловались, что на Европе невозможно скользить. Но это только слабаки жаловались. Я не жаловался. Я и на 5-ти попадал на ней даже. Ну, было. У Европы первой дно трапецией. Здесь есть такой момент. Но если у этой трапеции посередине была часть дна прямая, то вот здесь она стала шире. То есть есть какой-то трапециоз некий. Но они, короче, закруглились. Они расширили, то есть она осталась немножко скругленной. Это до сих пор роляет как-то на перилах. Но это стало намного комфортнее для райдеров, которые еще не проникли с такой фигней. Далее здесь классический удобный астековский тормоз Fender. Проставочки. Да, обалденные проставки. Но, ребят, вам это надо на фотках разглядеть, потому что это выглядит, как, не знаю, как запчасти револьвера. Это револьвер. Револьвер. Они сэкономили на весь по полной. Потом дропаут, который здесь полый. Если ты не зырил, там можно как бы прям внутрь, доски залезть, то есть он как бы с баттингом. Да, дропаут с баттингом, он там облегчен. Не знаю. Весит такая доска. То есть, когда я узнал, сколько она весит, я подумал, да нет, нет, не весит она столько. Она весит 20 с небольшим, то есть где-то 200 прям максимум, наверное, она весит. Они везде вес выгрызли именно, понял? Из этих, из дропаута. По ощущениям, я держу в руках огромную доску. Всю такую отделанную, офигенную. И не чувствую прям какого-то большого веса. Я про натив так же говорил, но вот натив весит примерно столько же. Может быть, даже немножко больше. Но натив потяжелее весит. Да. Обалденная доска вся скругленная. Я думаю, это суперудобно. А еще она просто потрясающе смотрится на любом самокате, наверное. Цвет просто шикарный. Опять же, наверное, gunmetal. Что-то серое с хромовым. Короче, обалденно. Я бы с радостью на такой прокатился. Короче, ребят, советую вам реально где-то найти ее и посмотреть вживую. Не где-то, а очень даже где. Да. В магазине Kickmid, дорогие друзья, по всей стране у нас магазины. Мы понаставляли, понастроили магазок. Так что вы, пожалуйста, ходите. И сайт тоже. На сайте тоже вот это чудо есть. Рули. Смотри, какие. Да, у нас тут два Т-образных руля. Остег да Винчи. Ну, то есть, модель неизменно. Остег да Винчи. Это классический Остег да Винчи. По-моему, он 71 на 60. На 61. На 61, скорее всего. И здесь 71 на 61. Yes. Прикольный свар с такой выемкой, как бы. Но черный вообще не изменили, типа он как старый был, только была еще в версиях хромов. Я его с витрины взял, он не приходил вчера. А, реально? Да, это старый руль, я просто для сравнения положил. Блин. Вот так, ребят. А это руль Эрика Турила, Эрика Харкнесса. Не уверен, что правильно фамилию говорю, но здесь как бы Нью-Йорк. Если боком посмотреть, то что это? Если боком, то елочка. Ну, это, кстати, из тепель. Ну, а буквы, что за буквы-то вот эти вот? Y и N. А, он. Эрик Харкнесс, надеюсь, я не обидел с фамилией. Руль в прикольном цвете. Не знаю, выглядит непонятно как. То есть, он то ли хромовый, то ли немножко с блестками. Наверное, у Кометы был руль такого цвета. Прикольно выглядит. Я вряд ли. Да не, не, вот прям вот они так делают иногда. Не, не, вряд ли. Почему? Не знаю. Они вот таких цветов делают рули обычно. Тут цветное лого. И из цепей Нью-Йорк. Видимо, он прям Нью-Йорк. Это Нью-Йорк. Ладно. Артем лучше нас знает. Короче, да. Руль весит, как обычный стальной руль. То есть, это примерно 1,2 кг. 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 Вы его наверняка будете пилить, потому что он здоровенный идет в стоке. Есть что, можно подпилить. В целом, я катался на таком руле. Антон не катался. Да, у меня тоже был. У меня такой хромовый был такой руль. Я катался на черном. С ним все четко. На нем потом еще катался Илья Файзулин. И как бы даже Илюхину газку он выдержал. И с ним все четко до сих пор стоит у меня там где-то на самокате старом. Так что все здорово. Я на нем где-то полтора года, наверное, прокатался, если не больше. И потом еще Илья. Так, далее. А достань мне второй. Друзья, это самокат ASTEC Corsa. Стоит он 30 тысяч 340 рублей, если я не ошибаюсь. Что довольно дипломатичная цена и дипломатическая. Короче, нормально. Стоит своих денег. 100%. Здесь у нас вышеупомянутая ASTEC Corsa доска. Колеса. Что за колеса установили, Антон? Колеса Архитект 2.2. Кайфовые. Тут, в принципе, можно заметить, что они подаются отдельно у нас тут. Даже, понял, подшипники такие же. Да, можно было заметить. Так вот. Но самое крутое, это система. Потому что, смотри, тут вилка. Я бы именно хотел именно такую. Потому что она классная без выреза. И SKS они изменили. Типа, со стороны, возможно, может показаться таким же, но он другой. Так вот. Колесики здесь продаются отдельно. Доска такая есть отдельно. Вот компрессионная система здесь отличается. Это, точтим Юрия, ASTEC типа Circo. Вторая версия. Да, вторая версия. Блин, да я не знаю, какая это версия. Не путайтесь в этих версиях. Это, короче, вилка ASTEC. Какой бы версия она ни была, она замечательная. Это, короче, ее даже снимать не надо, чтобы понять, что это легкая супер вилка. Ты мне сейчас по голове дашь. Блин, не надо. Блин. Молодец. Это легкая вилка ASTEC. Какой-то там версии. Она сделана для комплита, она замечательно здесь смотрится. Дальше рулевая с красным пыльником. Мы говорим сейчас про блю версию этого самоката. На черном, братишка, такая же. На черном тоже красный? А, ну здесь, короче, фурнитура у них вся красная классически. То есть красные оси, красные болты, красные топкепы. Топкепы, блин. Я думаю, они видят, в принципе. Короче, у ASTEC такой прикол. У них все красные. Всякие болтики, все такое. Короче, рулевая ASTEC, которая также отдельно производится. И зажим, как Антон сказал, он отличается. Прикольно выглядит, но вот... Блин, да он не похож ни на первую Пандору, ни на вторую. Но больше, наверное, на вторую, потому что он не скошен вот здесь. Хотя, блин, посмотри. Вот этот зажим немножко здесь скошен. А этот вообще не скошен. А вот на первой Пандоре. Короче, что-то среднее, не обращайте внимания. Главное, что это легкий, крутой, скажешь, зажим на шестых болтах. Меня очень забавляют их маленькие болтики, понял? Болтки маленькие. Смотря они именно короткие. Так это SK-зажим под узкий руль, поэтому и болты там чуть покороче. Далее. Алюминиевый руль ASTEC. Типа Corsa. Он отдельно вроде у нас не продается. Нет, причем у него название есть. Odyssey вроде, если я не ошибаюсь. Или что-то такое. Есть такой был отдельный руль. Не волк называется. Шикарные грипсы ASTEC. У нас сейчас под рукой их нету, но в наших магазинах есть новые грипсы ASTEC. Ну, то есть, не новые, а старые грипсы ASTEC Live, но в новых цветах. Новая линейка цветов состоит из там, из там, там, типа... Бежий, синий, серый, бежий, бежий, бежевый, черный, серый, синий и серый. Наверное, есть еще белый и красный. Ну, вот из новых, вот серенький мне очень нравится. Мы вспомнили с Антоном, был такой руль ASTEC Odyssey в 2019-м, может, 20-м году. Да, 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 19-20-й, может быть. Вот, его немножко обновили. Он теперь красивый, хромовый. И, собственно, установлен на нашем смокаде ASTEC KORTS, который, повторюсь, весит 2,8 и стоит 30 тысяч рублей. Замечательное приобретение, как для какого-нибудь паркового малыша. Ну, это уже про-скутерс. Ну, какой-нибудь парковый, типа, чел, не очень большой. Кстати, руль здесь 56 на 58. Но это из кейс-системы, поэтому 58 с кейс-системы, это очень даже неплохо. Артем циферки учил, поэтому я... Не, ну, это важно, типа, он для ребенка лет 12 подойдет. Хотя, может быть, даже для... Да, ну, нет, болгарки пользуются по-любому. Ну, Архитект V2. Наверное, возьму самый красивый. Они чем-то отличаются от старых Архитектов? Давай разглядывать. Размерами? Архитект Комплит. Лимитед Эдишн. Доска не отличается от старой. Здесь такие заглушки. Шкурочка. Крупное довольно зерно. Вот шкурочку они поменяли. Смотри, они же поменяли только, типа, пыльник с колесами. И все. Вилка, СКС, руль, грипсы, доска. Да, по сути, это самокат не сильно отличается от первой модели Архитект. Здесь шкурочка покрупнее. Возможно, что-то в доске поменяли. Возможно, нет. Типа, на первый взгляд, этого не видно. Далее. Тот же классический руль, но в другом цвете. Те же грипсы Ацтек, вами полюбившиеся. Ну, по крайней мере, ко мне в магаз час за ними заходят. Они всем нравятся. Я на таких не катался. А может, когда-то и катался. Классический СКС-зажим. Он не такой, как на Астек Корса. Но очень похож. Ну, вот такой был на Архитекте, на старом. Не таком уж и старом, но неважно. Также опять красный пыльник. И у тебя тоже. И колеса Астек Архитек второй версии. 110 на 24, довольно легкие. И вилочка, которая напоминает как раз-таки третью сирку. Но она, наверное, немножко потяжелее. Ну, да, она такая. Вот. Стоит такой самокат 20 тысяч. И весит он в районе 4 килограмм. Я так и не понял, сколько. 4100. Точно? Да. Вроде 4100 он весит. Ну, руль здесь 56 на 66. Доска 5,5. Доска 5,5 на 21. То есть, вполне себе для новичка большого роста. Или не очень большого роста. Или для стритера какого-нибудь такого. Еще до кастома не дорожшего. Ну, по крайней мере, это конструктор замечательный. Сюда можно что угодно поставить. То есть, сюда влезут 120 колеса. Я думаю, если захотеть, сюда можно поставить 30. Ну, по крайней мере, в доску. Вилку нет. В эти вилки зайдут только 110 колеса 24 миллиметра. Можно, наверное, помучаться и поставить 115. Да, там у меня получше есть идея. Сразу же с 30 колесами идет. Да, тоже вариант. И прикинь, можно даже на этом ничего не мудрить. Все, я покажу еще. Архитект Сильвер. Здесь есть вот такой вот замечательный. С нежными милки колесами. Милки. Милки грипсами. Хороший самокат. Мне цвет нравится. Да. Ну, подробнее увидите на сайте. И вот Константин для вас сфотографирует. Посмотрите еще в соцсетях. Ну, вот это, чувак. Ты посмотри. Можно даже не запариваться. И сразу 30 колеса покупать. Да. Есть здоровый, абсолютно огромный самик. С 30 колесами. Не могу понять, поменяли они как-то доску или нет. Да, вообще никак не поменяли. Да, выглядит попреконнее. То же самое. А, ну, значит, то же самое, если я только так говорит. Руль здесь 69 на 61. Большой руль на большого парня. Офигенные синие грипсы. Этот самокат, кстати, есть еще в черном полностью цвете. И самокат, который вы уже видели. Ну, кстати, это самокат называется Astec Seren. Самокат здесь в черном цвете. Вот в таком замечательном. И в сером. Серый самокат с черными колесами и черными грипсами. То есть вот такая линейка. А это другой серый. Темно-серый. С серой системой, красным пыльником. Сюда очень клево затесался синий. Это широкие синие колеса. Архитект второй версии. Который подходит под эту вилочку. Специально сделанную под этот самокат. Также она не подлежит наименованию. То есть неизвестная вилка. Шкурка здесь. Я заметил, что шкурка вот здесь вот. Больше зерно стало. Нет, здесь обычное зерно. А вот на Архитекте оно стало крупней. Вы решили поугарать или закончили шкурки? Закончили скорее всего. Также, кстати, у Астек раньше не было шкурок под большие доски. А у них большие доски были в большом количестве. А сейчас они сделали шкурки 7 дюймов. Но их пока что у нас под рукой нет. Но в остальных магазах, по-моему, они есть. По крайней мере, они точно есть на сайте. Так что да, спокойно покупайте большие доски Астек. И клеите на них большие шкурки Астек. Так, самокат такой стоит тоже, по-моему, 29. И это для большого такого уже уверенного парня. Либо, знаете, для дяди, который в магаз приходит, хочет молодость вспомнить. В общем-то, друзья... Весит он много. Ну, хотя не очень много. 4 с небольшим тоже. Все на сайте смотрите. Абсолютно про все эти детали. Есть вся информация на нашем сайте. Смотрите, приходите. Наверное, рилсы с обзором тоже. Рилсы тоже, смотрите, вот этого человека в рилсах. Возможно, я что-нибудь тоже буду там рассказывать. Короче, все эти детали смотрите на сайте магазина Кикмит. Приходите в розничные магазины, чтобы пощупать это и приобрести. Да, это все... С вами был Щербаков Артем. Только у нас. И Антон Зыков. Заходите. Смотрите. Че, Юля, что посмотришь? Ничего, ты так быстро заканчиваешь, что фиг, что скажешь. Ребят, всем удачи, всем пока. Приходите в Кикмит, покупайте Астек. Пока. Пока.